Семеро школьников уже на свободе. Это неофициальные данные. Сообщения поступают от СМИ Таиланда. Подтверждения этой информации нет, так как операция с сегодняшнего дня проходит в режиме секретности. Но журналистам удалось узнать, еще трое ребят эвакуированы из пещеры в сопровождении опытных дайверов. Они направлены в тот же госпиталь, где проходят реабилитацию четверо их товарищей. Дмитрий Малышев следит за развитием событий. Вторая фаза операции продолжается уже три часа и началась она с приказа о строжайшей секретности. Теперь спасателям запрещено публиковать в интернете, а также передавать в СМИ любые фотографии и видеокадры не только затопленной пещеры, но и съемки всех подготовительных работ. Начальник оперативного штаба, подписавший этот приказ, на короткой пресс-конференции был немногословен. Пока все по-прежнему. И погода, и уровень воды, и мужество мальчиков. Считаем, что они готовы к эвакуации. Ее темпы ускорены. Мы опережаем намеченный график на пять часов. Официально спасение пятого, шестого и седьмого мальчиков не подтверждено, однако в этом никто не сомневается. Вот автомобиль скорой помощи. Он едет от пещеры к вертолетной площадке. Стекла с тонировкой, однако местные журналисты утверждают, под ними четко видна тайская цифра 5. Накануне с помощью такого своеобразного кода врачи, обходя режим повышенной скрытности, сообщали о том, что в машине находится один из спасенных. У них все хорошо, и они счастливы. Однако нам придется по-прежнему держать их вдали от родителей. Существует вероятность заражения. То есть взрослые могут заразить сильно ослабших детей. Пока журналисты установили личности только троих спасенных. 11 лет, 14 и 15. 15-летний Пипат, вот он в красной футболке, в письме, переданном из-под земли на волю, попросил родителей, если выживет, отвезти его в ресторан и накормить мясом барбекю. Как отпразднуют чудесное спасение в этой семье уже понятно. А пока же под землей остаются 6 пленников, 5 мальчиков, игроков детской футбольной команды и их тренер. Спасатели схему эвакуации не меняют, она дает результат. Первым плывет профессиональный дайвер и держит баллон с кислородом, из которого дышит ребенок. На спасаемом маска, закрывающая лицо целиком, чтобы в случае паники не выпал так называемый загубник, через него поступает воздух. Следом плывет еще один спасатель, страхует обоих. Порой проход настолько узкий, что дайверам приходится снимать баллон и толкать его перед собой, иначе не протиснуться. Эти кадры не из Таиланда, но они дают понять, каково это. Неподготовленному человеку даже страшно представить, а ведь в Таиланде все сложнее. Мутная вода, почти нулевая видимость и мощное течение. Наталья Овсеенко, двукратная чемпионка мира и рекордсменка мира по фридайвингу, в подводных пещерах бывала не раз. Говорит, что это не просто тяжело, а очень тяжело. Нужна и спецподготовка, и хорошая физическая форма. А у детей, уже больше двух недель сидящих в подземной ловушке без свежего воздуха, нет ни того, ни другого. У них клетки не насыщаются тем объемом кислорода, которым клетки должны насыщаться. Дети пребывают в условиях гиперкопни, то есть повышенного содержания углекислого газа. И, в общем, они отсюда... Оксигенация нарушается. То есть их тело нормально уже не может функционировать. Дайвинг в пещере, а именно кейв-дайвинг, это вообще-то верх совершенства в дайвинге, поскольку появляется надголовная среда, условия плохой видимости. Спасатели сейчас работают на перегонки со временем. На ближайшие 10 суток в прогнозе дожди каждый день. Подземный ход, ведущий к пещере, где находятся люди, может затопить полностью. Откачать такое количество воды насосы не в силах, а преодолеть 4 километра под землей в условиях нулевой видимости не смогут даже военные дайверы. Тогда останется один вариант – ждать. Эта часть пещеры не будет затоплена. И это практически 100%. Пещера не будет затоплена. Они там могут находиться очень долго. Опыт в этом есть. И провести туда и связь, и телефоны. Если не удастся эвакуировать людей в ближайшее время, то не исключено, что им придется сидеть под землей, пока не закончится сезон дождей. А это, по меньшей мере, 4 месяца. Дмитрий Малышев, Анатолий Лазарев, Первый канал. И сообщение с пометкой «Молния», как сообщает агентство Reuters. Восьмой мальчик выведен из пещеры в Таиланде. Мы следим за развитием событий.